Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Гизаловым, помощником по социальным вопросам, наместника Донского монастыря, епископа Бронницкого Парамона. Добрый день, Александр. Добрый день. Мы находимся в Донском монастыре. При Донском монастыре существует социальный центр святителя Тихона. В чем уникальность этого центра, чем он занимается? Социальный центр начал работу буквально с апреля этого года. По благословению владыки Парамона создан этот центр. В чем уникальность? В том, что при монастыре достаточно непросто создать такую структуру. Потому что братьев немного, прихожане, в основном люди пока еще мало об этом, чего знающие. Поэтому задача на сегодняшний день создать готовую к работе структуру, которая помогает бездомным людям, многодетным людям, детям-сиротам и осужденным. Вот это направление, наверное, уникально, потому что с осужденными работать очень непросто. И поэтому одно из направлений работы центра – это работа с подростками в исправительных учреждениях, детях, которые рождены в исправительных колониях, женщинами, которые находятся, и теми людьми, которые оказались в этих местах лечения свободы. Об этом мы поподробнее поговорим чуть позже. Но прежде я хотел задать вопрос. Многие хотят стать добровольцами, волонтерами. И я знаю, что вы на своих встречах с потенциальными добровольцами раздаете так называемые шпаргалки добровольцам. Это что, настолько сложно быть добровольцем? Вы знаете, вот этот посыл, который сегодня существует в общественной организации, что волонтерам быть просто, что добро совершать просто, я считаю абсолютно неправильным. И связано прежде всего с тем, что помогать действительно непросто. Во-первых, нужно найти время для того, чтобы помогать. Найти того, кому нужно помогать. Найти технологию, какую ты будешь владеть, чтобы помогать. Не навреди. Есть такой один из посылов в социальной работе и так далее. Поэтому аспектов очень много. И я считаю, что к этой теме нужно подходить плавно, размеренно. И даже, может быть, иногда и отказаться от этой идеи. Потому что социальный клиент, он действительно нуждается в таком качестве участия, от которого потом нельзя отказаться. То есть, если мы начали помогать ребенку из детского дома или лежащему в хосписе, то, естественно, мы уйти не можем. Это уже нарушает этический кодекс волонтера. Поэтому, на мой взгляд, в эту тему, в эту воду нужно входить плавно, в том числе и поддержки тех организаций, которые помогают. И обучать, и сопровождать волонтера. И в дальнейшем смотреть критерии эффективности его работы. Про критерии эффективности мы еще тоже обязательно подробно поговорим. Но если говорить о той уникальной работе, которую вы ведете, это помощь в том числе дому ребенка при женской колонии в поселке Головино. А вообще, я редко где слышал, чтобы такая помощь оказывалась. В чем специфика этого учреждения и в какой помощи нуждаются эти дети? Я активно работаю с уполномоченным правом ребенка Владимирской области, Геннадем Леонидовичем Прохоровичем. И он обратился ко мне с просьбой помочь выстроить работу с этой исправительной колонией. Потому что там находится порядка тысячи женщин. И 42 ребенка, которые находятся вместе с мамами в этой исправительной учреждении. На сегодняшний день, надо сказать, что сложность заключается в том, что не всех туда пускают. Для того, чтобы работать с уголовной исполнительной системой, нужно иметь определенные, так скажем, портфолио уже реализованных проектов. Потому что понятно, что все хотят помочь, но часто не знают как. А так как я давно работаю с уголовной исполнительной системой, мне достаточно просто было прийти, договориться с руководителем УФСИН Владимирской области, господином Виноградовым, что мы будем помогать этому исправительному учреждению именно в части помощи детям. На сегодняшний день мы там сделали цензорную комнату, которой там не было. Помогаем памперсами, одеждами, игрушками. И вот сейчас попытаемся выбрать такое направление. Это сопровождение мамочек вместе с ребенком, вышедшие из исправительного учреждения. Очень сложный проект. Мы к нему только начинаем поступать. Я надеюсь, что в Владимирской области найдутся люди, которые готовы будут сопровождать. Ведь сложности в чем? Потому что она вышла с ребенком, нужно устроить в садик, самой устроиться на работу. Нужна материальная помощь, памперсы, одежда, игрушки, ну и так далее. Да, обустроить жилье, кроватки, коляски. И поэтому на сегодняшний день вот эта вот работа по выстраиванию отношений сначала с системой, а потом уже с самими мамочками, у которых эти дети есть. Ведь не секрет, что очень часто они оставляют детей после выхода уже в детский дом. Как проходит общение? Вот ваша поездка, вы общаетесь с самими мамочками? Или вы только работаете с воспитателями этих учреждений? Как эта система работает? На самом деле там есть дом ребенка, который обслуживает и детей, и, соответственно, приходящих родителей, которые приходят пообщаться с детьми. Там есть нянечки. Система там отлажена. Но в связи с ограниченностью ресурсов не хватает вот этих вот тактильных, так скажем, процессов. И поэтому сенсорная комната была собрана на народные деньги, порядка 200 тысяч рублей, для того, чтобы восполнить те пробелы, которые возникают в системе. Да, мы общаемся с детьми, но, так скажем, по тем возможностям, которые существуют, общаемся с мамочками, например, 8 марта мы были в этой колонии и вручали женщинам, которые находятся там, нянечкам, цветы. Впервые для них это было. Я могу сказать, что это вызвало шок и у самих сотрудниц, потому что они тоже получали цветы. И эти женщины, которые впервые, находясь в местах лишения свободы, получили такую весточку со свободы. Хотя были мнения, что не нужно, что они осуждены, что это да-да-да, что вот есть закон. Я считаю, что главный закон – это милосердие. Поэтому вот это участие, такая тонкая, так скажем, такая тонкая забота, на мой взгляд, тоже есть определенные вложения в их сердца. Ну, основной вопрос, как вы правильно сказали, что будет с этими мамочками, с их детьми после выхода из колонии? Вообще, какова статистика, если это известно? И насколько, вам кажется, можно от такой работы изменить эту статистику? Ну, дело в том, что руководительница этого дома ребенка, она мне постоянно звонит и говорит, что вот вышла, через какое-то время оставила. Безусловно, нужна система поддержки и сопровождения. Она отсутствует. Она просто отсутствует. Не только на уровне сопровождения мамочек с детьми. Это уже понятно, да, что надо. Но и самих осужденных, которые выходят из исправительной колонии. Поэтому, на мой взгляд, надо этот вектор поворачивать. Потому что у нас все ходят в детские дома, у нас бегают по приютам. А на мой взгляд, вот это вторичное сиротство нужно решать посредством сопровождения родителя. Потому что он в этот момент находится в стрессе и в трудной жизненной ситуации. Соответственно, есть статистика, что там порядка 30-40% оставляют. Это большой процент. Потому что, на мой взгляд, можно было бы это подхватить, сопроводить. Естественно, нужна контактная работа с самим учреждением, с местом, куда она убывает. Иметь ресурсы, которые нужно потратить. Иметь взаимодействие с структурами, которые могут в этом поучаствовать. Это и общежития, если это надо. Это и рабочие места отдела кадров, коммерческие структуры. Это и в том числе и уполномоченные службы по правам ребенка, по правам человека. Спектр широкий. Вот здесь важно уметь наладить партнерство. Это партнерство включить на благо семьи и ребенка. Вы часто посещаете подростковые колонии. В чем специфика именно этих колоний? Как работать с этими ребятами, чтобы они исправили свой путь и стали на правильный путь? Я имею опыт работы с подростками, которые находились в спецшколе номер 8 в Карелии. Там было порядка 45 подростков. Я могу сказать, что если с ребенком работать, безнадежных детей не бывает. Не бывает безнадежных детей, потому что у них все впереди. Они только начали жизнь. Наша задача – это максимально показать ребенку, что он не один. Что все можно поправить. Там есть мальчик один, у которого 8 статей одновременно. Он ниже меня на две головы. И он достаточно этим бравирует. Но через вот это общение и взаимодействие видно, что он ищет какого-то отцовского участия. Я недавно к ним приезжал, мы там проводили целое мероприятие. Я, опять же, с Геннадьем Леонардовичем Прохоровичем вручал бутсы от сборников России по футболу. И я видел, как дети одевали бутсы, у них дрожали руки. То есть, если мы будем участвовать, у ребенка будет дрожать душа, то она поправится. Для этого нужно системно вкладываться в них. Не просто вот разово пришли, на блайки поиграли, о чем-то поговорили. Нужно конкретного ребенка видеть. И вот эта конкретизация, индивидуализация, как в современном языке называется, на мой взгляд, сегодня очень важна. Потому что каждая судьба – это судьба в будущем не только этого ребенка, а с теми, с кем он соприкоснется. Если он вырастет в уголовника, соответственно, он кого-то где-то может и нарушить закон против кого-то. Соответственно, для того, чтобы это остановить, нужно вкладываться в него сейчас. Да, 40-ка большие детям сейчас дают. Это в основном за убийство, за угон машин, за наркотики, за изнасилование. Сегодня нет статей за украденную курицу. Но даже здесь можно с детьми работать. И я уверен, что если мы сейчас соберем деньги на футбольное поле, потому что у них там нет футбольного поля, у них там какая-то совершенно разбитая земля, через спортивные мероприятия, через, возможно, к ним приедет Сергей Игнашевич в гости, или Сергей Семак пообщается с ними, выведет детей на какое-то осознание, что действительно есть люди, которыми искренне интересуются. Это как раз вопрос у волонтера. Волонтер приходит и уходит. Но то, что он сделал, должно оставаться. Давайте напомним нашим телезрителям, что вы тоже являетесь выпускником детского дома, поэтому знаете эту систему изнутри. И очень много сделали для социализации детей-сирот. В частности, вы выпускаете специальные комиксы. В чем уникальность этих комиксов, и чем они реально могут помочь выпускникам детских домов? Действительно, я считаю, что... Давайте покажем на камеру. Все форматы возможны, и, на мой взгляд, эти комиксы – это удобный инструмент для работы с ребенком через какие-то предлагаемые обстоятельства. По сути говоря, это инструмент влияния. То есть, когда мы через героев этих комиксов проводим какую-то нить того, чего бы мы хотели поправить в жизни ребенка, к чему его привести, что сделать так, чтобы он начал осознавать, переосмысливать какие-то свои поведенческие неправильные мотивы и так далее. Ну и в конце есть возможность ответить на несколько вопросов, которые мы задаем нашим ребятам после того, как они прочитали комиксы, с ними ознакомились. Вообще, с комиксами можно работать целый год. То есть, все здесь зашито под то, чтобы каждая деталь, каждый какой-то процесс или рисунок на комиксе, его можно было обсудить, поговорить с ребенком, выйти на какое-то новое понимание и так далее. Потому что, на мой взгляд, сегодня важно перед поставленными задачами что-то менять, иметь не только инструмент, но и какую-то цель, целеполагание. Критерии эффективности, когда мы видим, что ребенок начал говорить, когда он начал меняться, когда у него появилось новое сознание и так далее. Для этого, конечно, использование таких инструментов крайне востребовано. Дети очень с большим интересом смотрят, читают. Я считаю, что это очень качественный прорыв в работе с детьми. У нас в сегодняшний день вышло 4 комикса. Вот последний комикс вышел, посвящен как раз преодолению детей наркотической зависимости, алкогольной зависимости, называется «Макс Скороход». До этого были комиксы «Невесты». Он был посвящен тому, чтобы пустницы детских домов не торопились заводить детей через год на выходе, потому что это связано с тем, что работы нет, образования не получила, поддержки нет, и они оставляют детей часто в детском доме. Я знаю, что и на эти комиксы, на изданиях вы собирали деньги в социальных сетях. Вообще, на многие свои проекты вы собираете достаточно большие средства. Вообще, насколько это эффективно, чем могут быть полезны социальные сети? И в качестве примера расскажите, пожалуйста, о том, как вы собирали средства на микроавтобусы для многодетных семей. Вы знаете, действительно, сегодня сбор средств – это непростая история, связанная с тем, что у всех в головах какой-то странный кризис. Но действительно, нам удалось совместно с друзьями через Фейсбук, ВКонтакт собрать на три автобуса многодетным семьям, где 8 и более детей. Средства собираются на краудфандинговой площадке «Бумстартер». Я размещаю там качественную информацию, видеоряд, фоторяд, делаю хорошее описание и выставляю это все на обозрение друзей, которые помогают. Есть такой меценат Борис Жилин, который активно в этом тоже участвует. Сегодня, то есть, возможности велики. Самое главное – правильно расставить акценты. Почему именно этой семье? Сколько нужно ресурсов? Что в результате этого выйдет? Хотя вот одна история, когда мы собирали деньги на приемную семью, где четверо приемных детей и двое своих, и надо было собрать деньги на автобус. Мы не смогли полную сумму собрать, но на те деньги, которые были, девочка, которая считалась, ну так назовем, невосстанавливаемой в здоровье, лежала, руки и ноги не работали. После проведения определенных манипуляций медицинских и массажей, она пошла в школу. Вот она сейчас учится уже во втором классе. Это говорит о чем? О том, что ресурсы, если их правильно использовать, помогут человеку. Хотя очень часто деньги собираются и уходят непонятно куда, и это ни к чему не приводит. В критерии эффективности, как конкретная семья или конкретный ребенок, как изменилась качество его жизни. На мой взгляд, если это транслируется на протяжении определенного времени, то это приводит к тому, что люди хотят помогать дальше. Из девяти проектов собрано на семь проектов. Соответственно, это говорит о том, что люди доверяют, они видят результаты и, соответственно, в этом участвуют. Дайте совет. На какие направления, на какие темы имеет смысл собирать средства таким образом, а на какие нереально собрать? Ну, вы знаете, есть несколько градаций, которые я выделяю. И могу сказать, что из большого опыта работы, а я работаю с 99-го года, очень сложно собрать деньги на помощь осужденным людям. Очень сложно собрать деньги на помощь бездомным. Здесь требуются другие технологии. Здесь не требуются деньги, здесь требуется личное участие. Потому что, в принципе, осужденные сидят в исправительном учреждении, их кормят, одевают, поют, есть мероприятия и так далее. Здесь задача вклиниться в их сознание через кинолекции, через концертные, спортивные мероприятия, через систему сопровождения, наставничества и так далее. А вот работа, например, с мамочками, которые оказались в сложной жизненной ситуации, это когда муж ушел, или мужик сбежал, как это говорится, она осталась одна, и нужно помочь сохраниться семье. Здесь тоже есть определенные сложности, но народ начинает понимать, что если в эту точку не принести помощь и ресурсы, то может так со временем оказаться, что ребенок окажется в детском доме. Поэтому, на мой взгляд, это самая такая точка, где мы профилактируем социальное сиротство, где мы помогаем конкретной семье сохраниться, мы помогаем ребенку и родителю. Ведь в чем сложность? В том, что у нас считается, что нужно помогать ребенку. И у нас даже есть фонды, которые помогают только ребенку. Но, на мой взгляд, если мы смещаем акцент на ребенка, то мы забываем о родителях. И поэтому, на мой взгляд, надо не забывать, что это единое целое. И мама, и папа, если он есть, и ребенок, это то, за что нужно бороться. Не просто мы передали ребенку игрушку, но при этом родительница не знает, где взять деньги на макароны или найти работу. Поэтому этот акцент, да, надо тоже не забывать об этом. Но, естественно, на больных детей сейчас достаточно сборы идут лучше, чем, например, на тех же бездомных осужденных. Потому что люди понимают, что больному ребенку часто нужна помощь здесь и сейчас. На мой взгляд, это тоже является одним из критериев, по которым люди помогают, потому что есть определенная трудность, которую нужно преодолеть быстро. Соответственно, нужны деньги. Хотя я считаю, что не всегда это тоже оправданно, потому что сегодня государства, например, РДКБ, стараются создать... Давайте расшифруем, не все. Российская детская клиническая больница тоже идут навстречу и стараются выполнить даже иногда сверх ту помощь, которая необходима для того, чтобы дети оставались и живы, и их качество жизни изменилось. Если говорить о помощи осужденным, то, может быть, такое нежелание помогать, связанное с тем, что люди уверены в том, что их судьбы никак не изменятся, вы можете привести пример какой-то судьбы осужденного, с кем вы работали, кого вы знаете, близко, может быть, кто изменился, кого удалось вытащить из этого поручного круга? Значит, истории очень много, и я при встрече с волонтерами о них рассказываю, потому что я считаю, что примеры – это один из критериев вообще работы, человек должен видеть примеры. Есть у меня один друг, он находился в исправительной колонии, а мы туда приезжали по работе. У меня даже такой замер был, что осужденный сидит 10 лет, я 10 лет к нему приезжаю, и потом его встречаю через 10 лет, и он говорит, да, я сидел, вы к нам постоянно приезжали, то есть он меня помнит. Это говорит о чем? О том, что есть системность, и человек видит того, кто участвует, и он становится за него некоторым таким вот маяком. Мы создали такой проект в Петрозаводске, это кормление бездомных с автобуса. Это было в 90-х годах, когда еще благотворительности как таковой не было. Я понимал, что нужно кормить людей, и создал такой вот проект, автобус. И был вот у меня друг, он находился в исправительной колонии, и должен был выходить оттуда. У него статья была незначительная. И он вышел, я говорю, давай я тебя возьму к себе туда на работу. Один меценат оплачивал зарплату, питание, и мы кормили порядка 300 бездомных в день с этого бачка, даже может быть и больше. И через какое-то время он ездил, 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 и вот прилепился к одному храму. Значит, стал туда активно ходить. Значит, его сначала, он был там чтецом, потом дьяконом, а потом стал священником, ему руку положили. Вот на сегодняшний день у него большая семья, он построил несколько храмов в деревне, в которой он сейчас является настоятелем. Мне кажется, что это самое лучшее. А то Ефрем Сирин тоже был разбойником, но справился, состоялся. Поэтому главное подать вовремя руку человеку, а самое главное подать надежду, что исправиться можно, только нужно в этом искренне и качественно участвовать. Не так, что вот я так как бы, вот ты там осужденный, я как бы на воле, вот надо как бы тебе вот на. Вот его повести, и он тогда пойдет и сам начнет спасать других людей. В завершение нашей программы что вы можете посоветовать нашим телезрителям, которые либо хотят участвовать в уже существующих проектах, в регионах, где зачастую может быть не так развита сфера благотворительности, либо может быть хотят создать какой-то собственный проект. С чего начать? На какие темы, на ваш взгляд, вот именно сегодня нужно обращать внимание? Вы знаете, я могу сказать, что нужно учиться. Образование не решает ничего. Обучиться можно в том числе через школу общественного действия, которую идет Павел Федосов, к примеру, наш очень хороший друг. Я считаю, что приходя в тему социального служения, человек очень сильно меняется. Он начинает, у него меняются позиции. Сначала он считает, что нужно всем указывать, например, там бездомным, что вот вы там почему такие стали. Или там начинает менторски себя вести, со временем начинает понимать, что это не работает. И вот здесь технологии изменения сердца, это как раз понимание социального заказа социального клиента. Я пришел помочь, я не пришел указывать, наказывать или обвинять, я пришел что-то исправить. И, соответственно, нужно начать с самого себя. Отковорил Серафим Саровский, сначала спасись ты, потом спасай других. Вот это вот некоторое тайное, тайнообразующий такой внутри момент перерождения человека. Потому что я достаточно часто встречаю людей, которые приходят в социальную тему с установкой, ну я успешен, а что это за такой человек, который там лежит, и почему, да? То есть, и установка начинает со временем меняться, когда он начинает понимать его трудности. Он лежит, потому что он по-другому не мог. Ему нужно помочь исправиться. Соответственно, социально работает изменение самого себя, прежде всего. А все остальное меняется в процессе взаимодействия с социальным клиентом. Часто, кстати, бывает так, что социальный клиент сам по себе, человек, который находится в нужде, может тоже показать путь. И он даже более качественный, потому что с точки зрения милосердия, сострадания, он находится сейчас в трудной жизненной ситуации. И поэтому вот к нему искренне и по-человечески и с милосердием если относиться, то вот это вот его видение жизни можно взять в том числе как основу самого восприятия жизни своего, изменить его. И поэтому, когда, например, была девочка, которая умирала, ей было 20 лет, у нее были опухоли в голове, и она умирала, я могу сказать, что большое количество людей изменилось, потому что они начали понимать, что молодость это да, но вот человек, когда она находится в болезни и уже вот совсем-совсем он должен предстать перед Богом, вела себя и мужественно, и ушла настоящей крестьянкой. Потому что есть люди возрастные, которые вот в жизни мало чего поняли, да, или еще к ничему не подошли. А здесь за короткий период, за 20 лет, она реально стала человеком, который понял, для чего нужна жизнь, для перерождения, и уже в жизнь вечную она пришла настоящей христианкой. На мой взгляд, это основное. Спасибо огромное за беседу. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Субтитры создавал DimaTorzok